Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем беседы по рождественскому синопсису. Мы просматриваем все события, которые предваряют Рождество Христово и приводят к Нему. И сегодня мы будем говорить о явлении священнику Захарии и о благовещении Пресвятой Девы Марии, о чем рассказывается в первой главе Евангелия от Луки. И мы читаем с 5 стиха и ниже. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета». Елисавета была сродницей Пресвятой Девы Марии, которая одновременно относилась и к колену Иудину, царственному колену, и к колену Левину, священническому колену. Иначе бы Елисавета не была бы ее южницей, то есть родственницей. Таким образом, во Христе соединяются два колена – священническое и царственное. Он – истинный царь царей и истинный первосвященник. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господнем беспорочно». Ни о ком больше в Священном Писании так не сказано, чтобы кто-то поступал по всем заповедям и уставам Господнем беспорочно. Мы знаем только одного – это Сын Божий, который, как Он сам свидетельствует о себе, пришел не нарушить, а исполнить закон. Что же означает эта характеристика? Она означает, что они такими стали, но это не значит, что они такими были всегда, ибо от юности людей борют многие страсти. Но с годами, когда страсти улеглись, они смогли выстроить гармонические отношения друг с другом и с Богом, то есть соблюдать первую и вторую скрижаль Божьего закона. Ибо первая скрижаль регулирует взаимоотношения между человеком и Богом, а вторая скрижаль между человеком и человеком. «У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных». Здесь как бы некое внутреннее противоречие. Если они такие праведные и благочестивые, почему у них нет детей? В те времена считали, что если у людей нет детей, то это у них какие-то тайные грехи, за которые Господь не дает им детей. И они уже в летах преклонных, замоторевшие по-славянски. То есть нету надежды, что у них могут появиться дети. Кто-то может задать вопрос, почему многие святые, такие как Иоанн Креститель, такие как Исаак, Иаков, рождались от пожилых родителей, даже сама Пресвятая Дева Мария родилась от пожилых родителей. Почему так? Блаженный Феофилакт объясняет, если кто-то рождается от пожилых родителей, он не наследует страстность молодости. Это с одной стороны. С другой стороны, он является плодом, результатом многих-многих молитв за десятилетия и десятилетия. Такие дети были намоленные дети, вымоленные дети. Поэтому это было и преимущество этих детей. «Однажды, когда он, то есть Захария, в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм для кождения. Имеется в виду кождение у жертвенника для кождения. Но не имеется в виду во святая святых. Туда входил только первосвященник. «А все множество народа молилось вне во время кождения, когда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного». Вот здесь мы видим это уточнение. «Захарий, увидев его, смутился, и страх напал на него». Явление ангела – это всегда особое событие в жизни любого человека. «Ангел же сказал ему, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Вы видите вот эти слова, братья и сестры? «Ибо услышана молитва твоя». Это действительно были вымоленные дети, которые рождались от пожилых праведников. «И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются». Что значит «о рождении его возрадуются»? Будут праздновать его Рождество, и мы празднуем Рождество Иоанна Крестителя. В церкви празднуется Рождество Христова, Рождество Божьей Матери и Рождество Иоанна Крестителя. Почему? «О рождении Христовым сказано, что рожденные святым наречутся. О рождении Пресвятой Девы Церковь учит, что она была освящена Духом Святым до рождения, иначе бы мы не праздновали ее Рождество. Ибо Рождество обычным человеческим порядком, как Давид говорит, «Беззаконие зачатия, во грехе родила меня, мать моя». То, что связано с грехом, не может быть поводом для церковного праздника». И смотрите, что сказано об Иоанне Крестителе сначала. «И о рождении Его возрадуются многие», то есть будут праздновать Его Рождество. «Ибо Он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева Матери Своей». Только тот, который был исполнен Духом Святаго от чрева Матери, предочистился, и Его рождение не во грехе, а как акт святости. Только таковых Рождество мы можем праздновать. В Библии еще только об одном человеке говорится, что он был очищен до своего рождения. Это пророк Иеремия. И в первой главе пророка Иеремия об этом рассказывается. «И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, ведь именно Иоанн Креститель начнет проповедь покаяния и проповедь о том, что Царствие Божие приблизилось. «И предыдет пред Ним, то есть пред Христом, в духе и силе Ильи, огненного пророка Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Это слова из книги пророка Малахии. Четвертая глава, шестой стих. «И сказал Захария ангелу, «Почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных?» Он проявляет сомнение. Ему трудно в это поверить, потому что и сам его возраст, и само одрехлевшее его тело, и одрехлевшее лона его жены все свидетельствует против этого. Но он допускает ошибку. Если ангел Господа что-то говорит, то ангел, он никогда не действует от себя. Он исполнитель тех поручений, которые дает Бог. Блаженый Августин объясняет, что ангел – это и есть поручение от Бога. И для каждого поручения дается отдельный ангел. Так стремительно они исполняют волю Бога. Ангел сказал ему в ответ, «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовествовать тебе сие». Ангел как бы говорит, «Если я предстоящий пред Богом, как я могу говорить то, что неверно? Как я могу сказать то, что не исполнится? И далее идет наказание этому сомнению Захарии. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Конечно, кто-то мог бы возразить, он только высказал свои недоумения. Он не бросил вызов ни ангелу, ни Богу. Почему же такое наказание? Дело в том, что со своих избранников Господь спрашивает значительно строже, чем с обычных людей. Поэтому не надо удивляться, ибо Господь хочет видеть своих избранников чистыми, без пятна и порока. «Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме», то есть он не появляется перед народом. «Он же вышед, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался в нем». Почему даже в таком состоянии он остается в храме? Потому что он должен оставаться до окончания череды. Это установленный порядок. И когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. «После сих дней зачала Елисавета жена его и таилась пять месяцев и говорила, «Так сотворил мне Господь в одни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Почему Елисавета таится пять дней? Амбросия Медиаланский поясняет в своем толковании на Евангелие от Луки. Ей было неудобно то, что пожилой муж опять вступил с нею, с пожилой женщиной в такие отношения. Ей было неудобно, что она на старости лет понесла младенца, младенца, ибо то, что совершенно подходит к молодым годам жизни людей, не всегда подходит к пожилым годам в жизни людей. Но когда пятый месяц, она уже не могла таиться, ибо это стало всем очевидно и ясно. и теперь радость того, что с них снимается поношение бесчатства, как я уже сказал, всех таких бесчатных их подозревали в каких-то тайных грехах. Поэтому она прославляет Бога. «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которой призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми», то есть поношение бесчатства. И далее говорится о благовещении этого же ангела, архангела Гавриила Пресвятой Деве Марии. Архангел Гавриил – это друг пророков, это друг святых угодников Божьих. Он так стремительно исполняет волю Бога, что он посылается всегда для особой миссии. И мы читаем, в шестой же месяц мы прочитали что она таилась пять месяцев. В шестой же месяц, когда у Елисавети был уже шестой месяц, что происходит, послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. «К Деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деве Мария». Почему Дева, которая должна родить Сына Божия, она обручена? Мы об этом будем говорить более подробно, когда по синопсису будем смотреть описание Рождества Христова у евангелиста и апостола Матфея. «К Деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деве Мария». Ангел вошед к ней и сказал «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенно ты между женами». Ангел говорит в настоящем времени, он как бы говорит «Ты уже благодатная, Господь уже давно с тобою, ты уже благословенно между женами, превознесена над всеми женами». И это удивительно, это подтверждает ту мысль, что она уже была очищена до своего рождения. И хотя мы православные, в отличие от братьев католиков мы учим, что она была зачата как каждый человек в грехе, а они учат неправильно все-таки, что она была зачата непорочно, тогда она как бы не является человеком в обычном смысле. Мы говорим «Да, она была зачата как каждый человек, но она предочищена, поэтому мы празднуем ее Рождество, а потом она не совершила ни одного личного греха, а так как многие грехи проявляются рано в жизни человека, она с младенчества была объята заботой Духа Святаго, который приуготовлял эту скинию, в которую должен был войти Бог. Поэтому ортодоксальный православный подход он более выверенный и более древний с точки зрения святоотеческой экзегезы. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Она не мнит о себе много. Она не думает о себе, что она благодатная, что она благословенна над всеми женами. Это смиренная Дева из Назарета. А как мы знаем, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мы знаем из церковного предания, что она жила при храме до 14 лет. И там жили девы при храме. Были специальные пристройки рядом с храмом, где жили девы до 14 лет, потом они выдавались замуж. Они занимались тем, что они общевали все, что связано с храмом. Они чинили облачение священников, они вышивали новые облачения священников, они заботились о капитасме, о зависи, которая скрывала дебир святая святых. у них было такое послушание. И здесь ей 14 лет, и на иконе она изображается с прялкой в руках, и веретено выпало от удивления из ее рук. Так икона восточная, византийская, показывает ее. Когда мы празднуем память Девы Марии, мы читаем Евангелие, которое никак не связано с Девой Марией. Это Евангелие, где рассказывается о сестрах Лазаря, о Марии и Марфе. Почему же мы читаем такое Евангелие? Дело в том, что Марфа – это символ трудолюбия и деятельного служения перед Богом. А Мария сестра Марфы и Лазаря – это тип созерцательной верующей души. Так вот, в Деве Марии соединено деятельное служение Марфы и созерцательное Марии. Это редко, когда случается, что в одном человеке два типа служения перед Богом, созерцательное и деятельное встречаются и присутствуют вместе. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, не бойся, Мария. Ангел почувствовал ее беспокойство, ее внутренний страх. Что это был за страх? Амбросий Меделанский, святитель, поясняет в своих беседах на Евангелии от Луки. Она испугалась, что кто-то оказался в ее комнате. По понятиям того времени, никто не может находиться один на один с девицей. Потом она поняла, что это Божий посланник. Она тем более испытывает чувство богобоязненного страха. Она проявляет богобоязненность, которая является началом премудрости, как и сказано. Страх Господен – начало премудрости. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, уже обрела, Господь уже отметил тебя. И вот зачнешь в очреве и родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки и царства его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю. Это очень странный вопрос, потому что выше мы прочитали, что ангел явился к деве, обрученной мужу именем Иосифа. если дева уже обручена, она должна готовиться стать женою и матерью. Почему же она спрашивает, как будет это, когда я мужа не знаю? От обручения до свадьбы проходило немного времени, почему же она задает такой вопрос? И Святая Церковь отвечает, что Мария с Иосифом они дали обет Богу соблюдать безбрачие. Иосиф был уже пожилым человеком в преклонных летах, и он имел жену в прошлом, у него были дети от первого брака, которые называются братьями и сестрами Иисуса. И он являлся больше защитником Пресвятой Девы Марии от возможных домогательств по отношению к ней со стороны молодых людей, так как она была необычайной красоты. В книге «Песней» сказано, что в ней не было ни пятна, ни порока. Это абсолютно чистый сосуд – это Божья избранница скиния завета, предочищенная действием Духа Святого. Любая другая еврейская девушка на ее бы месте, она бы возрадовалась, что она может стать матерью Мессиаха, Мессии Христа, но только несмиренная дева из Назарета, которая думает о том обете, который она дала девства, а ее обручник Иосиф охранитель этого обета. И она спрашивает, как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ. Ангел успокаивает ее. И ангел говорит ей слова, в которых говорится о том, что ее девство не будет нарушено, ее обет не будет нарушен, потому что зачатие будет происходить сверхъестественным путем. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. теперь она знает, что ее обет не будет нарушен. И чтобы укрепить ее в этой уверенности, Архангел Гавриил приводит пример. Вот и Елисавета родственница твоя, называемая неплодной, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. И что потом произойдет? Мария поспешит потом в страну Нагорную к своей сроднице, чтобы укрепить веру. Мы все в этом нуждаемся. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Это начало Нового Завета. Это сердцевина Нового Завета. Вот это тайна Благовещенной Девы Марии. Завет предполагает завет между кем-то и кем-то. Завет Ноя с Богом он имел две стороны семейства Ноя и Господь и знак Радуга. Завет еврейского народа в одни Моисея с Богом на Синае. Это тоже две стороны. Новый Завет заключается в смирении этой кельи. И Завет всегда предполагает согласие двух сторон. Архангел высказал намерение Бога. Но кто же от лица рода человеческого скажет свое «да» и изъявит согласие на вступление в этот Завет? Кто скажет это «да» за тебя и за меня, за каждую из поместных церквей? Кто? И мы читаем сначала «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». И когда услышала это Мария, тогда Мария сказала «Се-раба Господня!» Вот этот момент она говорит «да», дает согласие. И род человеческий готов вступить в Завет с Богом и Бог готов вступить в Завет с родом человеческим. «Да будет мне по слову твоему» Амрусия Медиаланский говорит именно в этот момент, когда она говорит «да будет мне по слову твоему» происходит работа Духа Святаго в ее чреве и она зачинает. И теперь небо и земля божественное и человеческое встречаются в единой ипостаси Сына Божия зачатого от Духа Святаго и Марии Девы. «Да будет мне по слову твоему» и отошел от нее ангел. Все. Она изъявила согласие и происходит эта встреча в ее девическом лоне. Встреча Бога с человеком, Бога со всем человечеством. Святые отцы объясняют, почему именно ангел благовествовал Деве, не пророк, а именно ангел. И святые отцы говорят, что есть некая сходство между чистыми ангелами, бесплодными и юными девами, которые своей чистотою как бы приближены естественным образом к ангельскому чину, если они сохраняют эту чистоту. Но мы вернемся к словам, которые мы уже прочитали. «И вот зачнешь в очреве и родишь сына, наречешь ему имя Иисус, он будет велик и наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Давиду было сказано, что на престоле его не оскудеет сидящий. Бог отдал престол Давида сыну Божию. И когда Сын Божий вознесся на небо в человеческом теле, как потомок Давида по плоти, он воссел одесной Бога Отца. И он и ныне царь царей Господь Господствующих. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Что это за царство? Что это за дом Иакова? Дом Иакова, Иаков родоначальник еврейских колен. И будет новый мир дома Иакова, и новые колена дома Иакова, новый Израиль, это уверовавшие из язычников. Как и апостол Павел в послании к римлянам пишет, «Не тот иудей, кто внешне, наружно таков, но тот иудей, кто внутренне таков, и у которого обрезание не на плоти, но на сердце. Мы, народы, произошедшие от язычников, но смирившиеся перед знаком креста новый Израиль. И царству его, то есть царству Христа не будет конца. Его царство – это святая церковь. И когда говорится, что царствие Божие приблизилось, царство небесное приблизилось, то есть приблизился тот момент, когда Бог и люди составят единую скинию в едином союзе и в день Святой Пятидесятницы рождения церкви. Как Бог сам говорил, «Войду в них, вселюся в них, буду ходить в них и буду их Богом, а они будут моим народом». И в этом смысле Дева Мария это залог церкви в ее единении с Богом. Она первая пережила Пятидесятницу. И ее Пятидесятница – это день Благовещения, когда сила Всевышнего осенила ее и действием Духа Святаго, она ощутила в себе соединение неба и земли, Божественного и Человеческого. Чудо Пресвятой Девы Марии – это чудо избранницы, которой Высший Ангел, Высший Архангел, Высший Херувим, Высший Серафим. Почему Церковь чествует ее такими словами? А давайте зададимся вопросом. Кто из Ангел, Архангел, Херувим, Серафим обращаясь ко второму лицу Святой Троицы, может сказать Сын Мой Возлюбленный никто, только Бог Отец и Пресвятая Дева Мария, обращаясь ко второму лицу Святой Троицы, может сказать Сын Мой Возлюбленный. Кто из Ангел, Архангел, Херувим, Серафим, начал, сил, господств, власти, обращаясь ко второму лицу Святой Троицы, смог бы проявить родительскую любовь к Нему, никто. Родительская любовь изливается по отношению ко второму лицу от Бога Отца и из сердца Пресвятой Девы Марии, которая превознесена над всем творением и является начатком Церкви Нового Завета, соединившая в себе несоединимое, небесное и земное, человеческое и божественное, действием Духа Святаго и смиренным согласием с тем, что делает Бог с нею. И вот эти слова, которые она произносит, «Сероба Господня, да будет мне послову Твоему». Это начало таинства единения неба и земли. Спасибо вас, Господь!